своими собственными руками сегодня я вот буквально недавно несколько часов назад держал rtx 3090 знаешь такая вот и я щас я щас тебя даже потрогать захотел я знаю что это такое но она же стоит как в бмв ну нет ну можно две карточки купить наверное я надеюсь ну блин ладно это знаешь это типа но она такого размера что в ней можно жить мне кажется или на такого размера что в ней можно было бы небольшую студию для записи сделать слушай учитывая ее стоимость вот и площадь до учитывая стоимость и площадь в принципе как бы тонет на элитное жилье и вот так что все 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 это я теперь чувствую себя просто правдивно невероятно знаешь вот это вот когда ты прикоснулся к какой-то святыне которая ну я не знаю когда бы еще и так мог сделать грааль святой какой-то и это не то не значит не то что не то чтобы просто где-то в магазине лежала или чтобы это а это прям вот чья-то вот прям вот ты такой раз то есть человек человек тебе дал девственную карточку ты наверняка сразу замаслил своими руками там слюн заляпал а вот это слюни да вот потекли все то есть все конечно знаю боеводов ну 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 что так что вот она существует друзья я собственно к этому и больше я ничего этим сказать не хотел сегодня как-то вот так никаких соплей слюней холодильников и прочего сегодня никаких жалоб на сага холодильника сегодня вера в чудеса и она существует я это видел собственными я трогал это собственными руками представляете как кому-то вот в этой жизни а сколько она стоит слушает вот так вот я честно сказать я знаю что он стоит очень много давай просто не будем вот сейчас вот каждый сейчас может остановить хорошо зайти открыть яндекс набрать rtx 30 90 и собственно выключить подкаст поймет что на что я трачу типа свою жизнь пойду лучше заработаю на видеокарточку который стоит как приличная квартира в где там я не знаю в мурманске я не знаю людей на северах не слушай ладно если люди пойдут работать если у них как появится стимул какой-то вот заработать эту карточку понимаешь возможно же обратный эффект люди начнут в окно выходить но не но не на нас у нас очень хорошая публика у нас прекрасные слушатели они все образованы интеллектуально и воспитаны воспитываться не суицидально настроенные люди в окно не выходят поэтому не надо мне тут это диванный подкаст здесь шумят моторы здравствуйте дорогие друзья это диванный подкаст как всегда разговариваем здесь о гонках прошедших о гонках будущих о жизни об автоспорте в частности про формулу-1 потому что сейчас всю нашу жизнь уже на протяжении последнего полугода наверное занимает форму-1 здесь как всегда тимур байков всем привет а меня зовут илья или да это я и сегодня не то чтобы найти разговариваем а пытаемся вспомнить у нас или мемуары о гран-при турции потому что уже никто не помнит когда это было мы сегодня как всегда разговариваем о новостях самые актуальные темы из мира автоспорта ну и куда уж там заведет кривая наших разговоров это уж вообще непонятно может быть я чем-нибудь еще поговорим а кстати хотелось бы сегодня еще немножечко обсудить наверное какие-то может быть творческие планы может быть какие-то обновления касаемые творческого объединения диванная формула и также youtube канала с одноименным же названием в общем друзья поднеслась как говорится что понеслось расскажите нам а чего они молчат не знаешь кто молчат ну вот зрители слушать зрители не смотрят они слушатели молчат у них на лице на лице не мой вопрос сейчас что же что же случится с этим замечательным творческим объединением а мы прям все я думал просто мы вначале по новостям потом постепенно как-то перейдем там слушай ну это ты тем уже начал с обновлениями на самом деле или планами тогда во первых хотелось бы всех как всегда поблагодарить потому что у нас прекраснейшая аудитория вы лучшие люди вы это знаете хотелось так получается что аудитория растет может быть не такими семимильными шагами как и хотелось бы и как происходит во всем мире у нас так все медленно аккуратненько но зато все свои всех очень рады видеть появляются вопросы например почему можно ли послушать наш подкаст с тобой где-нибудь еще кроме как на ютубе потому что youtube это самая раскрученная площадка для нашего маленького скромного творческого объединения мы сообщаем с удовольствием что конечно же можно потому что подкаст выпускается в принципе я наверное на всех подкаст платформах потому что это точно за исключением небольших которые сугубо платные ну да потому что то есть мы нищеброды не почему нищеброды почему еще вроде я сегодня видел отличную купюру я как она выглядит я еще помню как откуда да все нормально а я сегодня обедал и не в государственной столовой не суп за 12 прошу 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 же небось бизнес-ланч не исключено видите не знаю там не было написано короче вопрос в чем что безусловно друзья если вы прямо сейчас начали слушать это на ютубе ну вы дослушайте на всякий случай пускай на на фоне там звук выключите но если вам удобнее слушать это исключительно в аудио формате и на каких-нибудь других сервисах то пожалуйста вот apple подкаст кастбокс точно ну и дальше через все это обычно все вот эти подкаст платформы они друг друга растаскивают то есть это не то чтобы ты целенаправленно сидел и пол вечера заливал на каждую каждую отдельно это обычно происходит практически автоматически единственное что ты проверял или нет я вот на яндексе не знаю есть мы в яндекс музыки или нет или туда все-таки надо заливаться яндекс не видел но точно мы есть на google подкаст то есть как бы для владельцев андроида более актуально платформа скажем как apple подкаст также есть на андроиде на google подкаст вот еще на каких-то площадках встречал небольших то есть ты правильно сказал да то есть у нас основное наше местоположение the cast box и оттуда уже все у нас тянется по разным разным лентам так что проверяйте смотрите я пытался проверить на нескольких площадках подкаста для подкаста и штук где-то на 45 я точно нашел помимо ютюба само собой ну ладно надо будет проверить на яндекс потому что я видел что яндекс он такой сейчас развивающийся у них там вот эти всякие подписки яндекс плюс и прочее и много раз я просто слышал что люди как раз слушая видимо яндекс музыку на фоне могут там там же слушать подкаст так что это мы обязательно проверим еще я хотел сказать да тут представляешь ну стримы мы давно никакие не проводили то что вот у нас совместное мы это называем диванный подкаст life все что-то не до этого времени хватало туда-сюда хотя обещали я помню мы обещали и я тут чего-то ну так как стримов никаких нету и там не личных моих и не наших общих на тот же самый там дано и шиналярдс я не заходил а тут чет зашел оказывается донатик прилетаю кружишь периодика кто-то что-то кидает передает нам привет и например пользователь с никнеймом кими его друзья которым мы передаем огромный привет чуть ли не каждый наш с тобой подкаст поддерживает значит финансово и говорит ребят ну когда же когда же вы уже выйдете когда же можно выйдет в живую пообщаться с вами и я подумал что ну у нас сейчас тяжелые опять времена для всех креаторов назовем таким модным словом грядут потому что у нас тот самый тройничок с которого так бурно начинался сезон формула-1 в этом году им же собственно и заканчивается и сейчас будет довольно ну тяжеловато по времени значит пытаться как-то все урегулировать но я вот тут подумал что буквально в ближайшие выходные у нас гран-при бахрейна бахрейн а через выходные у нас опять гран-при бахрейна но немножко по измененной такой наскаровской конфигурации но по сути так как она канале диванная формула появился новый значит формат неких превью гонок то есть там рассказ небольшой о трассе об истории трассы и какая-нибудь интересненькая там или не очень просто какая-нибудь историческая история про то что там происходило в какой-нибудь момент и вот я подумал что но когда два бахрейна подряд собственно ну понятно что про вторую конфигурацию мы особо ничего не знаем ну из-за этого особо нечего и рассказывать поэтому я подумал что если не будет никаких форс-мажоров и если у тебя будет например время и у меня время мы могли бы вот как раз через вот две недели то есть вот не в этот четверг который собственно вот уже скоро а в следующий между двух бахрейнов посидеть вместо превью а устроить живой диванный подкаст я полностью за ты знаешь я учитывая что своим часовом поясе живу я по всегда свободен вот у меня нет планов на пол первого ночи и там до четырех до трех с какими обычно сидим так что нет я с радостью за я наоборот всегда как бы за стримы давайте общаться давайте то что все-таки живое общение ничего нас не заменит но живой конечно в кавычках но как есть в рамках скажем так так что друзья да но мы опять не будем сто процентов обещать потому что всякое бывает сейчас вдруг окажется что это какое-нибудь определенное число а я как истинный петербуржец в этот день пойду куда-нибудь в театр например в армитаж там постоять или просто ну там перестанет идти дождь и я удивленный буду стоять на улице и смотреть в небо и в общем ну на всякий случай вот я бы попытался вот прям заставить себя так сказать собраться нам всем посидеть поэтому готовьтесь ориентировочно на следующий четверг я сейчас анонс безусловно да ребят поэтому делаешь да конечно то есть следите пожалуйста за анонсами это без проблем да все будет выложена я надеюсь что все получится ну это наверное такое самое главное что хотелось сказать в то что мы не просто так тут на ю тубе болтаемся этому уже сообщили то что мы скорее всего поболтаемся ну я думаю что безусловно как только сезон закончится мы точно уж посидим спокойно поговорим это обязательно а я имею ввиду сейчас вот именно в эти 5 то получается опять в целый промежуток три недели считайте почти месяц и все так вот кормить завтраками что да 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 давайте посидим давайте посидим но что все как-то не выходит не уходит так что вот но остальных планах я думаю там генете поговорим поэтому давай уже быстрее к новостям а то и так уже хватит мозги пудрить как говорили в известном фильме давайте что у нас там людям то он за сгон очками с гоночками сгон очками нас все прекрасно новостей у нас не сильно много если честно тут по большому счету какие-то опять же не кажутся ты каждую нашу передачу начинаешь со слов до новостей что-то не много и потому мы минут сорок обсуждаем всякие интересные штуки, связанные с автоскором. Коротенько минут на сорок. Докладчик выступит с закладом. Все. Все как по классике. Опять же, в известном фильме советском. Что у нас? У нас, поскольку близится окончание сезона, у нас пройдет уже заключительные гонки Формулы 2. Вот буквально в течение последних, вот следующих наших двух недель. И что у нас есть интересного на этот счет? На этот счет у нас наконец-то начали хоть как-то обозначивать молодежь, которая поедет у нас в тесты. У нас за Феррари поедет Фока и Шварцман на SF1000. А Лэд у нас едет в Альфа-Ромео. А где же Шумахер? А Шумахера пока не подтвердили. Но, естественно, вот ждем, 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 ждем. Ну, скорее всего, это Хас. Все-таки будет уже. Ну, я не знаю, сколько уже на этот счет можно как-то обсуждать слухи какие-то плодить. Ну, тут уже, в принципе, наверное, все понятно. Всем все ясно. Где будет Шумахер и, собственно, где он поедет хотя бы теста. Кстати говоря, возвращаясь к немножечку... Немножечку, господи. Какой шикарный словарный оборот. К букинистическим делам. Ребят, книга Роса Брауна официально появилась в продаже. Мне она приехала уже. То есть из предзаказа она вышла. То есть все, она есть в наличии. Можете бежать покупать в интернет-магазинах в известных. Они нам не платят, мы их пиарить не будем. А то сколько можно уже. Хватит уже. За бесплатно и работать отказываюсь. Прошедший гран-при Турции. Тоже интересный момент. Потому что... Есть несколько новостей по поводу Туркиша и Турции потенциально будущей. Оказалось, что гран-при Турции прошло чисто на частных средствах. То есть из казны Турции не было ни позаимствования ни одной монетки. То есть это говорит нам о том, что в принципе так или иначе... У них, наверное, знаешь, пол выстилен просто RTX-ами, вот этими, о которых я рассказывал. Знаешь, типа они по ним ходят просто. Сидят. Возможно, даже хлебами режут. Возможно, не исключено. Масло, масло, да, точно. Прям размазывают им, да, смело. Вот, так что у нас это как бы нам говорит о том, что в принципе, то есть гран-при Турции есть кому финансировать. Есть на это деньги. И это с учетом того, что нас отменили всех зрителей. То есть я думаю, что они не досчитались очень крупной суммы денег с учетом количества проданных билетов. Это один момент. Второй момент, что... Подожди, я не думаю, что они, собственно, вкладывались, чтобы потом им в это вернулось. Хоть как-то они там просчитали. Сделали и дешевые, и дорогие билеты. А в последний момент такие, ой. И, ну, то есть, ну, известно, что это за люди? Или просто абстрактно появилась информация, что... Это просто, просто абстрактно, то есть, что это не государственные деньги. Нет ли у тебя такой мысли, что все-таки нет уже... Нет, у людей были деньги. Больше нету все. Кончились. Слушай, ну я думаю, что если люди как бы не дураки, я не думаю, что они на последние деньги решили шикануть, устроить гран-при. Я думаю, что все-таки количество проданных билетов-то о чем-то договорит. Я думаю, что у людей появилось какое-то понимание, что вот, гран-при нужно, оно интересно. Да, то есть, цены, возможно, были слишком низкие. Но с другой стороны, то есть, вспоминая там эпопею всю покупок билетов, да, и все наши на этот счет рассуждения. То есть, мы понимаем, что ажиотаж-то большой, спрос был. Опять же, с учетом того, что сейчас у нас полмира закрыто, и страны, в которые вы можете поехать и сходить на гонку, их не так много. Вот, конечно, надеюсь, что в следующем году ситуация улучшится. Но, так или иначе, гран-при Турции, сейчас дальнейшая будет еще новость, потенциально будет еще проведен. Здесь следующий момент. Фео и Тильке, в принципе, очень... Как это сказать-то даже? В общем, суть в том, что они принимали непосредственно участие и контролировали процесс очень четко по укладке нового асфальта. То есть, там были слухи какие-то, что вот там кто-то положил асфальт не так, как хотели, что его положили не таким, как нужно, его положили дорожным чересчур, что никто за этим не следил, и там турки что-то наделали сами, что хотели. Нет, ничего подобного. Как бы это все делалось под присмотром, и там все четко, как бы, как все запланировано было. То есть, никто там от себя тяну никакую не сгородил. То есть, это все как должно быть, как все было по плану. Еще один момент. Турции на три года продлили первую категорию. На проведение, собственно, Формулы-1. Ну, было бы круто, конечно, да, все-таки, если бы вернулось. Во-первых, да, вот опять же, гонка прошла, да, и то есть, вот с учетом того, что мы собирались там поехать, кто-то еще собирался поехать. Мне много знакомых, кто, оказывается, купил билеты, или так иначе как-то рассматривали гонку эту, как поездку куда-либо. Так что, я думаю, и вообще с учетом прошедшей гонки, я, конечно, не знаю, каким будет асфальт через год. Накатают его, не накатают, останется таким же скользким или еще как-то. Но в очередной раз я вот все-таки пожалел, да, когда смотрел на гонку, что у меня там не было. Фиг с ним, с дождем. Я бы простоял под этим дождем, бы в дождевике там или еще как-то где-то, но это того стоило. Вот мы, конечно, на гонке дальше вернемся. Но, слушай, да, знаешь, держак накатают. Вот в струце у нас такие дела. Маломальски все равно какие-то там местечковые события там происходят. Плюс, ну, согласись, погода все-таки могла быть и совсем другая. И, опять-таки, перенести можно не на позднюю осень, а где-нибудь, когда пожарче. И, наоборот, все будут бегать и переживать, что у них покрышки плавятся. И здесь они были как пластик и не ездили, да, тут задубевшие. А тут, наоборот, будут переплавляться. Так что, ну, лишь бы осталось, да, потому что трасса интересная. И вот это было, значит, такое одно из небольших, но разочарований уикенда, потому что новые болельщики, там, люди, которые не так давно примкнули к экранам в надежде увидеть супергонки Формулы-1, они такие, ну, типа, вот столько говорили про этот автодром, столько про него мы слышали, а что-то вот нам его и не показали. Где вот эта скорость, где вот эти скоростные повороты, где эти интересные. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы какая-то реабилитация произошла, и еще раз, вот, еще раз на это посмотреть. И что-то пока ты говорил, что вот Турцию продлили на три года, им дали, я вот пытался вспомнить, а говорили ли мы о том, рассказывали ли нашим зрителям, которые вдруг, может быть, не слышали, что Егора Драйв, петербургский автодром, который не так давно был построен, не говорили мы об этом, да, также получил первую категорию. То есть много разговоров было о том, что они вроде и не собираются ее делать, и зачем это надо, и кто-то говорил, что и пока Сочи будет существовать, никто не будет никакого там никуда перевозить, потому что слишком много на это потрачено сил, средств и так далее. И как бы, как-то это нога кого над нога. Но, тем не менее, вопреки всему, вот буквально, то есть, вот, я вот тоже не помню, то ли неделю, то ли две назад, прилетает новость такая прям резкая, что все, Егора Драйв получает первую категорию, и теоретически в любой момент готовы принять гонку Формулы-1 в том числе. Новость неплохая, потому что, во-первых, для центральной части России, так скажем, и уж тем более здесь, вот, северо-запад и так далее, это, наверное, даже, наверное, попроще. Хотя центральная, я даже не знаю, куда, вот, в Сочи ближе или сюда. Ну, вот, сложно сказать. Я, честно сказать, не знаю даже. Да, может быть, одинаково. Но все-таки знаешь, все-таки знаешь, вот я сейчас, извините, перебью, если говорить вот про центральную Россию, то есть вот про Сибирь, про вот то, что правее Урала у нас, да, по большому счету все равно все большинство рейсов идет как-то так или иначе через Москву. То есть напрямую в Сочи не всегда есть. Через Москву, как чаще, то есть вот если пользуются какими-то агрегаторами, да, все-таки рейсы строятся через Москву, через Питер. Поэтому потенциально, ну, наверное, интереснее. Наверное, даже дешевле будет кому-то. То есть вот особенно если мы, опять же, берем Сибирь, там, Дальний Восток, Урал, еще что-то. Ну, я думаю, что есть свой смысл. Ну, да. Знаешь, кстати, еще сейчас ты мне пока говорил про Егору Драйв. В свете вот такого сумасшедшего календаря нашего, да, когда там начали доставать какие-то старые автодромы, может быть, как страховочный вариант какой-то. Почему нет? Допустим, кто-то где-то не смог провести, кого-то где-то закрыли, а гонку нужно в календарь впихнуть хоть какую-то. И почему нет? В принципе, тут оп, и всегда есть запасной вариант уже с категорией, все проверено, все есть, вся инфраструктура, асфальт, все как бы готово. То есть, бери да принимай. Поэтому, то есть, какую-то страну закрыли вдруг неожиданно в следующем году. Пожалуйста, вот в России можно два этапа провести. Так что, всячески приветствую эту новость. Замечательно. Ну да, было бы интересно, потому что автодром новый, есть интересные секции в нем, именно пилотажные. И, ну, пока, может быть, вот прям вот в этом же году будет сложновато, потому что еще самому автодрому, наверное, надо как-то окрепнуть, да. Как сказать, ну, все мы учимся всему, да. И чтобы и гонок побольше прошло, и, собственно, того же самого держака побольше накаталось. И вот люди, обслуживающие автодром, понимали, что, как, где и в какой момент делать. То есть, всем нужно прижиться-ужиться. Все должно быть уже проверено точно. И тогда, ну, я бы вот, наверное, там, в ближайшие, может быть, пару лет, то есть вот не в следующем и не через один, а вот там через два года, наверное, мог бы предположить, что Формула-1 могла бы сюда приехать. И, ну, естественно, для меня было бы вообще шикарно, там, да, для жителей Петербурга и Москвы. То есть тут вообще все, там, сел в Сапсан, через пять часов ты уже на месте, да, там, еще чуть-чуть часок проехал, и ты уже на трассе. То есть это вот все очень близко. Ну, а я так, причем, пока разговаривали, подумал, ну, в принципе, если издалека лететь, то, в общем-то, все равно куда лететь, что в Сочи, что в Петербург. Единственное, что тут это. Можно, здесь, конечно, климат будет похуже. Вряд ли вы сможете позагорать и покупать. У нас есть море, вот, честно есть, но не то, чтобы в нем было приятно купаться. Вот, но позагорать вряд ли получится, но зато можно устроить себе культурную программу. Вот, сходить, опять-таки, в театр или в Эрмитаж. Так что ждем, надеемся. А что, два гран-при вообще прекрасно было бы. Единственное, что если уж совсем перевезут, то что с Сочи будут делать? Разберут просто, сделают там дорожки, будут кататься. Ну, непонятно. Но поживем-увидим, это уж не нам решать, это уж точно. Давай дальше, что у нас там еще? Да, с серьезными новостями, в принципе, все. А мы любим несерьезные, нам лишь бы хихоньки. А мы любим несерьезные, да. Ну, конечно. Мы же, как обычно, знаешь, вот сейчас... Настало время для извинений. Ой. Да. Наш любимый с тобой гонщик, Вальтер Боттус, пошутил, что, знаете, гонка в Турции была таким же плохим днем, как и тот день, когда китайцы сел... Ну, точнее, у него спросили, какой из дней был самый... Да, да, да. Какой день был плохой. Китайцы люди серьезные и сразу-то обиделись. Для них это важно, да. Они прямо... Для них это важно, да. То есть, тут как бы, что это? Мы, что ли, во всем виноваты, что ли? Ну, ест летучую мышь. Не факт, что он ее первую съел. Может, она просто больная. Может, он сжил с ней до этого 30 лет, с этой летучей мышей. Что вы? Это все американцы вам завезли этот, вот этот ваш вирус. Это не мы виноваты, поэтому нечего на нас гнать. Самый плохой день был у тебя в Альтритам, а не тот, когда в Ухане мой дед сожрал летучую мышь. В общем, короче, Мерседес поспешили принести извинения, но, как бы, тема такая. Все-таки шаткая. Суть в чем, что Ботасу грозил запрет на въезд в страну, в Китай, там, по-моему, на 3 года или на 5 лет. Я не знаю. Я понимаю, что это сейчас все шутки, хохмы и так далее, но, по факту, вот до чего нас дошли вот эти все извинения, вот эти все обиды какие-то, то есть... Ну, мне кажется, что мир сходит с ума, знаешь, вот нельзя ничего говорить, нельзя ничего... Ничего, да. А все равно кто-нибудь обидится. Ну, хорошо, пошутим дальше. В любом случае кто-нибудь обидится. Вот хотя бы один человек до обидится. А ведь на него могла обидеться летучая мышь. Кстати, да. Или суп. А их много. Или повар, который варил суп. Или ложка. Короче, обидеться могли, короче, все, кто угодно. Вьетнам. Вьетнам, тот самый Вьетнам, ради которого... Из-за которого, ради которого... Я уже не знаю, я запутался в их там в Санта-Барбаре, из-за которого посадили кого-то чиновника. Суть в том, что вьетнамцы все-таки хотят провести гран-при. Они отправили там запрос, что вроде как, нет, давайте что-то мы будем придумывать. Я не знаю, то есть, если будут искать каких-то спонсоров, инвесторов или еще кого-то, кто там будет это все лоббировать, я даже не представляю. Но суть в том, что у Вьетнама пожелания остались. Ну, с другой стороны, как бы построить автодром и просто его выкинуть. Но это... Я, честно говоря, не помню в истории Формулы-1 такого вот происшествия. Возможно, когда-то давно, конечно, но вот на своей памяти на какой-то... Но они же, мне кажется, не то, чтобы его прям построили-построили. Там же все равно частично это город. То есть, где-то там снесли пару халутов, протащили асфальт. Все равно, и к тому, что это же... Надо провести исследование. Что случилось с автодромом в Индии, который такая вот... Это было несколько хороших индийских пыльных гонок. Я, если честно, просто вот реально вот как-то не касался этой темы. Что случилось с автодромом? Насколько я знаю, там какая-то регионалка, по-моему, проходит. Это Бут автодром. То есть, он еще есть. Как он? Бут. Он не просто так стоит. Но он есть. Корея, помнишь, была? Корея тоже. Покатались, покатались, забыли. Мне нравится. Но с Янамом, нет, скорее вышла какая-то фигня, что построили где-то его на болотах. Его просто далеко слишком запихали, что вокруг нет никакой инфраструктуры. И вот, ну, а потом, понятно, кончились деньги. И, само собой, вообще он... Я, честно говоря, не знаю, что с ним происходит. С индийским автодромом несколько лет назад были слухи, что там вроде кто-то обанкротился. Кого-то там хотели тоже посадить. По-моему, этот автодром печатали. Потом вроде там что-то хотели проводить. Провели, не провели. Я так и не знаю. То есть каких-то вот таких массовых СМИ он нигде не фигурировал. Поэтому сейчас он живой, неживой. Ну, я не знаю, можно погуглить, конечно, посмотреть. Может, какие-то фотки свежие с него есть. Но я давно про него уже ничего не слышал. Ну и насчет извинений, в принципе. Монголы, монголы все еще ждут извинения от Макса. Иначе его не будут пускать в Монголию пять лет или что? Я не знаю. Вот это... То есть здесь сложно. Может, правда, может, в Монголию не пустят. Он, скорее всего, расстроится. Я думаю... Я не знаю, что с ним будет, если честно. Ну, вот... Ну, это так уже, конечно, шутки у нас тут пошли с извинениями. Со всем остальным, но вот не дождались еще. Я думал, ты сейчас в желтуху скатишься уже с Максом, сразу пойдешь... Нет, 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 я не хочу... Нет, я думал про эту новость, но нет. Это я оставлю кому-нибудь другому. Пусть себе разбирается, потому что это какая-то трешанина. Да. Нет, но на самом деле я не удивлюсь, я не удивлюсь, если... Ну, то есть вот все спрашивают, чем будет заниматься Квят, когда, типа, его, там, ну, когда громкие слова, там, выгонят из Формулы-1, там, или что-то, да? Типа, как он... Ну, когда карьера закончится, понятно. Чем он будет заниматься? Слушайте, так это же извечная тема. Это на первом там или каком канале можно показывать, мне кажется, ну, выпусков 10 минимум, какой-нибудь там детектор лжи или что-то, а, тест ДНК, вот, все что угодно, понимаете? И можно кучу снять от этого, что будет ходить, значит, Данил Квиад, говорит, что, значит, плохая вот эта вот Келли, что вот она его там поматросила, так сказать, и бросила. Ребенка он не видит. А тут еще, понимаешь, самая загвоздка в том, что Макс Ферстаппин, понимаете, мало того, что отнял болид у человека, то он еще и на женщину на его претендует, понимаете? Дамский угодник. А между прочим, между ними сколько там, 13 лет или 11 лет разница? Взрослая дама для молодого человека, но тем не менее, все... Надо их познакомить с Галкиным, с Пугачевой, может, там как-то разберутся там. Короче, это серии на 10. Это, представляешь, сколько денег, это рейтинги, это бедные несчастные, это самое. В общем, извините за эту пургу, друзья, но просто появилась в сети фотография, где Макс Ферстаппин обнимается с Келли, а до этого они обменивались какими-то там веселыми, значит, полюбовными, романтическими строчками из песни. При этом, естественно, не могли СМИ сразу же это не растиражировать, и, значит, все это как-то вот так вот преподнести, что ничего себе, боже мой. Но по факту, я думаю, что, ну, старый известный факт, что Келли и Макс друзья, и, собственно, чуть ли не Макс и Келли с Квятом познакомим. Так что не знаю, что уж там, вообще не наше собачье дело, но сколько это всего вот забурлило, как все, вы понимаете, это не... А хочешь, 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 еще тебе маленький факт, вот под конец твоей всей истории, Квят в Инстаграме подписался на бывшую девушку Макса. Прекрасная Санта-Варк. Ну, буду дружить с семьями, я не знаю, там еще что-то. Мне все это нравится. Абсолютнейший дурдом. И самое, знаете, что самое, вот наши люди, они же вот, вот, они, они либо ненавидят искренне до последнего, потому что ты мажор и скотина вообще ездишь тут за наши деньги, а другие, они, наоборот, всем сердцем любят настолько, особенно, когда это где-то там, я видел несколько комментариев от 10-летних мальчиков, что, ах ты какая, значит, шалава, парня, бросила, понимаете? Извините, пожалуйста, это я, ну, цитирую. Вот, и, конечно же, вы не, вы не представляете, сколько прекрасных комментариев на русском языке появляется в Инстаграме Келли Пике с различными названиями и наименованиями профессии, которыми она могла бы заниматься, если бы не была, значит, дочкой чемпиона мира Формулы-1. В общем, это кошмар, друзья, и я хотел бы, собственно, вот этой дурацкой истории подвести к не менее дурацкой желтой истории про Льюиса Хэмильтона, потому что его фанатов могло перекосить, его недоброжелатели только начали бить в ладоши и кричать, да так тебе, значит, и надо, нашелся тут умник, значит. А буквально тоже на днях появилась новость о том, что громкий-громкий заголовок, достойный любой желтой газеты, и, конечно же, наши русскоязычные моторспорт-СМИ не могли это не растражировать, потому что они, собственно, те самые желтые газеты. Мы уже не раз в этом убеждались. И нехорошо так о коллегах, но, ребят, ну, просто так нельзя ни писать, ни заголовки строить. В общем, было написано везде крупными буквами, что негодяй чертов Льюис Хэмильтон, так тебе и надо, но это я уже утрирую, конечно, извините, вот, что, в общем, проиграл суд с маркой часов, которые называются Хэмильтон, потому что хотел у них, значит, отсучить это самое название, но нет. Причем, на минуточку, часы старше, чем Льюис. И все бы ничего, и, конечно, мы можем даже сейчас с вами взмутиться и сказать, да что же ты делаешь, что ты за человек-то такой, Льюис Хэмильтон, но на самом деле, если копнуть немножко глубже, все становится понятно и прозрачно. Дело в том, что, чтобы заниматься какими-то, вот, патентовать какие-то вещи, ну, да, грубо говоря, делать свою торговую марку, которая может заниматься различными вещами, тебе нужно вот обратиться, ее зарегистрировать, и, конечно, Льюис Хэмильтон как лицо, можно сказать, товарное, как человек-бизнесмен, как человек, который, ну, собственно, человек-бренд, это сложно, сложно не подчеркнуть. Конечно же, у него зарегистрировано несколько вот этих самых торговых марок, в том числе, это ЛХ, там, 44, еще что-то еще, и, конечно же, ну, собственно, сам Льюис Хэмильтон. И дело в том, что мало просто сам вот это вот, само это название как-то за собой застолбить. Под каждым из таких вот застолблений есть некоторая приписка, к чему это относится. То есть, например, если я под маркой Льюис Хэмильтон буду выпускать носки, это не значит, что я буду там под этой же маркой выпускать автомобили гоночные. Но, тем не менее, под каждый, как сказать-то, вариант продукта нужно это подтверждать еще раз. И так уж получилось, что, видимо, один из вариантов развития событий был то, что почему бы не выпускать часы Хэмильтон. И поэтому началось такое разбирательство, что просто юристы там обратились и сказали, слушайте, а можно мы тоже будем вот такие часы делать? Потому что не обязательно быть первым, кто начал это делать, выпускать, да. Нужно периодически подтверждать, что ты не просто так владеешь этим названием и ни черта не делаешь. И они спросили, а можно ли собственно? Им сказали, нет, конечно, нельзя, потому что мы под этим собственным именем часы выпускаем, пес знает сколько, и до сих пор выпускаем. Они такие, ну, нельзя, так нельзя. Это вот история о том, как можно, ну, что на самом деле происходит, и как это можно вывернуть наизнанку, и как это можно представить любым желтым заголовком о том, что сенсация Льюис Хэмильтон проиграл суд, потому что вот негодяй такой, понимаете, позарился на святое. На самом деле все намного проще и чище, и не такой уж Льюис Хэмильтон и плохой, решил подвести я. Так что не верьте, ребята, это, вы знаете, вот из серии по поводу того, что советские газеты перед обедом лучше не читать. И вот это вот то же самое, потому что мне очень стыдно даже немножечко, что действительно многие именитые, в том числе, или какие-то старые издания, которые действительно вроде как пишут про автоспорт, казалось бы, пишут про гонки, начинают желтить заголовками и бросаться, как голодная собака на любую кость, лишь бы покликали, так сказать. Вот Пабло, как говорится, победит зло. Так что Льюиса Хэмильтона отбелили, Даниила Квята к Малахову отправили, что-то там еще, Турцию провели, на Егорову гоняться приехали. Есть ли у нас еще что-то? А, Формула 2 у нас возвращается, не забываем, в эти выходные. И, собственно, еще чуть-чуть... Это будет интересно, конец сезона будет очевидным, я думаю. Да, и конец сезона уже еще одной младшей серии. Так что впереди ждет насыщенное окончание сезона, постараемся как можно больше всего охватить. О, кстати, например, Формула Е, о которой мы тоже очень давно не разговаривали, все никак не до этого было. Ну, у них был очень странный чемпионат, и я тоже помню, что я все-таки обещал. Рано или поздно я выпущу хотя бы большой такой обзор по сезону. Формула Е тут буквально сегодня же, да, представила нам... Да. Такой анонсик сделала, что... Когда? В следующем году они уже планируют. В следующем году, по-моему, в марте, если память не изменяет. Провести первый в истории ЕПРИ ночной, с искусственным вот этим вот освещением. Как по мне, интересная идея, потому что, ну, мы днем особо все равно ничего там не видим, потому что все эти гонки проходят по дорожным автодромам, ну, точнее, просто практически по дорогам общего пользования, ну, за исключением там за малым. И это все равно гонки вдоль рекламных счетов, вдоль заборов, и, значит, особо пейзажей там не понасмотришься каких-то. А вот в искусственном освещении, с дополнительными, так сказать, тенями, возможно, вот нам как-то опять вот это все преобразится, и с какой-то другой стороны предстанут, и, возможно, будет очень красивая картинка. И, опять же, это будет ЕПРИ с Саудовской Аравией. Да, да, да. Такое небольшое замечание, что у нас все-таки Сауды стараются максимально в свою страну привозить каких-то мероприятий, соревнований, и тут вот первое ночное гран-при тоже взяли Сауды. Ну, это единственное, что да, что... У нас вот Саудовская Аравия вообще становится каким-то аккумулятором гоночных мероприятий. То есть они привозят ЕПРИ, они привозят Формулу-1, они строят автодром, они принимают Дакар, ну, как бы вот уже сколько мероприятий, да, то есть с мировым именем, и принимают Сауды. То есть вот все-таки как бы хотят, хотят развивать и вкладывать деньги. Единственное небольшое уточнение, чтобы нас потом правдолюбы не съели, в отличие от гран-при, где гран-при обычно какой-нибудь страны, ну, или местности, если это так сказать, то есть, то в электрических формулах они называют это названием ЕПРИ конкретного города. Нет, во-первых, ЕПРИ, да, типа электрический приз, а во-вторых, именно вот не страны целиком, а города, конкретного города, в котором в данный момент это проводится. То есть если это будет в Москве, то это будет там ЕПРИ Москвы, если это там... Хорошо, хорошо, ладно, извиняюсь. Как она, Дарья как-то она там называется. Ред. Ред, да, вот это все такие слова, вот вообще непроизносимое, как мне кажется, даже для профессионального диктора непроизносимое сочетание букв вот этих вот, еще какой-нибудь твердый знак куда-нибудь там запихать в середину обязательно, после буквы Я куда-нибудь, вот чтобы ты вообще не знал, как это выговорить. Вот это вот они тоже любят, эти ваши Саудовские Аравии. Но будем надеяться, что да, и Формула приедет. Если Льюис Хэмилтон, конечно, не возмутится, возвращаясь к нему, и потому что к нему обратились друзья. Женщины, женщины, какие-то там, значит, какая-то организация сказала, вы чё? Кот, кот, пинк. Вы чё, ребят? Льюис Хэмилтон, ты лично, ты что? А ты не хочешь обратить внимание на то, как права женщин в этих ваших Аравиях не соблюдаются? Какие там притеснения? Как там плохо? Куда ты собрался Льюис ехать на ночь глядя? Ты что? Оставайся дома с нами здесь, посидим, значит, чайку попьем. И он такой, извините, он сказал, простите, поднял руку и говорит, надо разобраться. Я посмотрю, я посмотрю. Так что вот, ну, а на самом деле вес-то он имеет, понимаешь? Значит, тут целые команды в чёрные перекрашивают, половина гонщиков на колено встаёт. И это всё прям официально. Ну, подожди, если мы говорим про влияние, Льюис у нас назван самым влиятельным человеком в Великобритании. На минуточку, понимаете? На минуточку, да. То есть человек имеет вес в обществе и в каких-то определённых... И ходили, да, и ходили же вот буквально на... Ну, каких-то обществах. И уже начали ходить слухи о том, что не желает ли Льюис Хэмилтон получить звание сэра. А он начал говорить, что, да, собственно, может быть, я и не достоин ещё, а может и то. И вот эти вот... И когда, знаете, начинаются вот эти разговоры туда-сюда, и буквально тоже на днях появился, значит, в сети такая информация появилась, что списочек есть, списочек, которые, если мне не изменяет память, как раз под Новый год королеве подают. Списочек предварительно всё равно уже так или иначе оформленный людьми, которые знают, чем занимаются. И, по слухам, он редко, когда в него вносятся изменения. То есть, если списочек уже есть, то королева обычно говорит, ну да, это достойные люди. Они могут вполне себе быть рыцарями нашими, значит, долгожданными. И в этом списочке есть Льюис Хэмилтон, так что вполне возможно, что в будущем, сколько бы он там ещё не ездил, будет у нас где-нибудь, всегда будет в титрах или ещё где-нибудь будет приписка, что сэр Льюис Хэмилтон. Вот, мне кажется, вот всё. Что ещё? Что вы ещё хотите? Не, ну... Да всё, мне кажется, надо заканчивать с новостями уже, с новостным блоком. Уже давайте... Слишком много Льюиса Хэмилтона, ты хочешь сказать? Но как без него? А нам же по нему в гонке разговаривать. Ну как без него? Как? А в гонке мы тоже, понимаешь? Семикратный. Мы там, да. Ну давай уже, действительно. Сегодня мы же собирались в каротинчик. У нас же тут, понимаешь, скоро гонки, гонки, гонки. Нам нужно привыкать между гонками разговаривать не так много, потому что мы будем не успевать ничего сделать. Если, ребят, забыли что-то, вы там напоминайте, потому что все эти новости... Мы стараемся либо самое веселое затронуть, либо самое такое значимое. Вот, пожалуй, наверное, всё из этого. Ну что, давай, действительно, о нашей прекрасной... Всё равно гонка была хорошая. Вот в любом случае это было что-то необычное. Гонка была прекрасная. А квалификация? А квалификация была какая? Ну загляденье же. Ну просто... Я понимаю, сейчас ты на меня смотришь и улыбаешься. Ты знаешь, почему я такой радостный, почему я с таким воодушевлением сейчас готов говорить по квалификации, про всё остальное. Да нет, классно. На самом деле уикенд был шикарный. Здорово. Причём по некоторым командам наглядно заметно, у кого много опыта, у кого опыта меньше. Вот прямо новички и старички в некоторых командах, но если мы не берём там какие-то откровенные провалы с настройками, с каким-то с поломками и так далее, ну прям чётко заметно, кто и давно уже ездил, кто ездил в дождь и там на разных асфальтах и так далее. И вот какой-то здесь скилл, но он прям даёт о себе знать. Не всегда, конечно, но это всё-таки так или иначе по большей части прослеживается. Ну плюс особенности болида тоже подчёркиваются, потому что кто-то сразу, да, кто не вывозил посуху, кто не мог попасть действительно в идеальные настройки сухие там на разных автодромах, то плюс-минус что-то нивелировалось вот сейчас на дожде. И опять-таки, да, вот если мы говорим про тот же самый Racing Point, то вот тебе, пожалуйста, старые Мерседесы заиграли всеми своими красками и позволили хорошо ехать. И это было просто прекрасно. Ну, видишь, опять же, вот ключевое, прям ключевое в этой гонке и в этой квалификации настройки, настройки, ещё раз настройки. Вот настолько большого влияния, наверное, в этом сезоне ещё ни разу не видели. То есть вот как у Макса, конечно, зафакапили настройки, это просто провал. Я даже не знаю, там уже их кто только не разнёс, механиков этого Red Bull и всех остальных, что как такая дилетантская ошибка, там на фотографиях прям вот, ребят, кто если не видел, посмотрите, там переднее крыло, одна часть крыла лежит, другая часть там прям заметна, у них разница вот в этих боковых, вот этом вот, как оперении на переднем крыле, прям заметно, что они на разных уровнях стоят. Что одно докрутили, другое не перекрутили, в общем, получилось, что получилось. Вот, поэтому настройки гигантское значение. Вот по Альфа Таури, по Альфа Ромео, это прям сильно заметно. То есть на сколько машины были, ну, Альфа Таури вообще как-то этот уикенд, я даже не знаю, как, куда его, вот я долго думал перед эфиром, что, а что рассказать про Гасли и про Квята. Ну, дрифт был прикольный, да, красивый, конечно, в квалификации, все поездили боком, вроде как забавно. А в гонке, вот, вот как бы ничего, по большому счету. Нет, конечно, там не приехали не последние. Слушай, мне кажется, что о них было, знаешь, нацелено на то, что они пытались, все-таки думали, что просушится, потому что вроде как, то будет дождь, не будет, будет до, будет после, но мы все все равно... Видишь, ну, просохло и не поехало. Так оно толком не просохло, потому что, потому что оно... Ну, да, с другой стороны, да. Как раз в этом загвоздке произошло, что в каких-то вот таких плюс-минус идеальных условиях, проводимых в похожем формате, то, ну, они бы очень быстро раскатали траекторию до сухой. Это вот, ну, потому что дождь в течение гонки не шел практически, там пару раз чуть-чуть подморосило, но это все не то. Вот, даже грибы не пошли. Поэтому, ну, ну, то есть, вот, ни о чем. Это быстро бы раскатали. И, возможно, ну, я, правда, не знаю, ну, то есть, ну, не дураки же сидят, людей много, вот, то ли у них... То есть, они хотели, знаешь, как такой Джокер вытащить, что вот, а мы вот, вот прям вот так сделаем, и зато она поедет прям идеально, и мы будем хорошо всех, значит, делать, пока... Да, мы там первые несколько кругов будем отставать, хотя, знаешь, там вот это неразбериха старта, потом, в любом случае, пока мокро, кто-то куда-то повлетает. То есть, мы делаем упор на то, что мы осторожничаем на старте, едем, едем помягче, попроще, а потом зато, как только все раскатают, мы, собственно, так же всех и раскатаем. Нет, они хотели, они хотели что-то там поменять, но вроде как без замены. Я подумал, что сейчас вы просто поменяете настройки. Нет, нет, но там просто, да, они начали копаяться с двигателем, долезли, грубо говоря, разобрали полмашины, потом такие, ладно, мы не будем ничего делать. Да, посмотрели, что вроде как бы ничего делать не надо, и собрали обратно. На что, естественно, им сказали, вы сейчас настройки поменяете. Ну, все равно у тебя вот так вот уже все. Ты уже вот здесь. Тем более, когда ты стартуешь последним, у тебя есть, опять-таки, вариант немножечко поосторожничать заранее. И вот тебе, возможно, был весь упор на то, что да, вот сейчас эта вода пройдет, вот эта скользкая все-все исчезнет. Была, видимо, надежда, что все-таки появится держак, но его как не было, так и нет. То есть, вода смыла, видимо, все то, что пытались накатать. Видимо, плохо плюс еще прикатывалось, прикатывалось, потому что там, как-то, не знаю, окончательно асфальт не встал. То, что ты вот сейчас говорил, что там и наблюдатели были, и чуть ли там не лично приезжали, смотрели. Ну, коночный асфальт, он очень абразивный. То есть, он прям такой... Обычную покрышку сотрет очень быстро. Как, собственно, ну, для этого и сделано, чтобы было как можно больше вот этого сцепления между резиной и покрытием. Может, действительно, они где-то его там более гладким сделали, знаешь, там совсем без... Ну, простым языком, без ямочек, без таких, да, без кратеров. Вот, то есть, что там. Но не работало ничего. И как с начала уикенда начали скользить, даже еще по суху, так, собственно, до самого конца, до самого финиша и продолжили. И оно не превращалось в обычном понимании сухой автодром с хоть какой-то просушенной траекторией. Может быть, и вот исключительно из-за этого. Я тоже не понимаю, почему настолько, но, к сожалению, у нас вот нету доступа, да, ко всему, чтобы сидеть, смотреть, изучать, где там кто как с чем работал, чтобы какую-то там телеметрию куда-то выкладывали для каждой команды, там. Или, ну, смотреть, какие настройки они пытались сделать, что они там, почему у них не получилось, почему конкретно эта машина, конкретно здесь, конкретно вот на такой конфигурации, на таком дорожном покрытии совсем ничего не могла сделать. Ну, да, то есть у нас тут, может быть, в принципе, только все относительно. То есть, какие-то команды прям явно настроили на дождь, а какой-то, допустим, как Мерседес настраивали уже на что-то подсыхающее. То есть, ну, почему Льюис-то в конце и поехал по итогу, то есть, и поехал очень быстро. Так что, и как вот, допустим, Стролл. То есть, у Строла прям, ну, заметно было, что вот четко под дождью сделано. То есть, квалификация сильно, да, то есть, опередить Рэдбул, опередить Макса. То есть, такого расстроенного Макса я никогда в жизни еще не видел. То есть, даже когда он там разбивал машины или что-то там ломалось, но тут, то есть, прям откровенно. Человек был настолько уверен в своем поле, он настолько чувствовал, видимо, асфальт, машину, резину, что он не сомневался вообще. Тут Стролл, пожалуйста, четыре десятки, там тридесятки навозят в квалификацию Максу. То есть, ну, как бы... Причем, знаешь, вот как бывает... То есть, когда я вообще увидел это, я вообще не поверил. Ну, я не знаю, что, как бывает, вот, что, типа, твой день полностью или, там, ну, твое время, а бывает, что вот абсолютно наоборот. Вот у Ферстаппина ощущение, что был как раз вот такой вот, именно черная полоса, потому что, в принципе, он мог бы взять пол, потому что на его финальном круге, на той самой попытке, которая, конечно, ему не очень понравилась, что он говорит, мы не можем, там, нормально прогреть эту резину, мы не можем ехать на промежутке, и зря мы его поставили. То есть, все-таки было бы неплохо продолжать ехать на дожде, и нормально она ехала. Но, тем не менее, даже на этой резине он вез, там, чуть ли не три десятки или сколько-то, и в итоге он ошибся, и, собственно, один поворот ему стоил вот этого всего отыгрыша, и плюс еще, ну, ровно столько, сколько он проиграл с тролл. Но, это первый, какой фактор, вдруг внезапно, ну, да, все, расстроился, мог бы взять пол, было бы все очень круто. Дальше мы переходим к тому, что четная сторона у нас, вот эти вот парни, которые не смогли взять пол, начинают стартовать там, где там даже никто не пытался накатывать. Там просто лед, вода, что-то медные трубы. Я не знаю, пластиковый асфальт вообще. Вот туда идите. И, соответственно, старт получается такой же. То есть, ну, это было как избиение младенцев. Просто дикий букс какой-то, я даже не знаю, да. Просто кошмар. И это все? Ну, не знаю, как на льду ты бросил сцепление. Вот и все. Это все вот таким вот... А ты на липучке на какой-то? Комом таким. Она не прогрета еще, липучки, да. Вот. Это таким комом все на Макса сваливалось и сваливалось. Потом все, вроде, да, в себя пришел. Ну, на самом деле, темп Red Bull мне очень понравился. Они очень хорошо ехали. Мне очень понравилось, как ехал Албан, ну, честно. То есть, он, в принципе, в какой-то момент ехал в ритме Макса. Иногда даже быстрее. Потом, да, началось опять и у того, и у другого. И в итоге Макс, несмотря на то, что лишний пидстоп провел, но опередил там, да, то есть Албан к нему подъехал, но это с учетом, простите, еще одного целого лишнего пидстопа. Но в сравнении с тем, насколько мы привыкли всего в этом году видеть Алекса Албана безоружным абсолютно, в этот раз он все-таки показал, что какое-то оружие у него за пазухой есть. И в какие-то там критические моменты, опять-таки, наверное, это благодаря его вот этой вот сдержанности, такой выдержке, спокойствию, которая это вот прям черта, которую ему приписывают, которая, в принципе, была одной из основополагающих для доктора Марка, когда вот он там последний раз выбирал и в прошлом году, да, еще, и такой, типа, вот этого парня возьмем, потому что он хорош, вот именно он такой стрессоустойчивый. Вот, и мы видим, да, насколько ему в этом году достается, а он все еще так же говорит, что да, я нормально, все хорошо, да, мне, ну, я нормально, все нормально, все нормально. То есть он там еще, ну, типа, головой не упал вниз и не лежит, не плачет. А, ну, возвращаясь к Максу, да, то есть вот оба Red Bull были хороши, и возвращаясь к Максу, в какой-то момент он настолько эту скорость почувствовал и насколько был уверен в себе, что все хорошо и все дальше, что вот он рвался вперед и, как мне показалось, бежал вот впереди паровоза быстрее, чем болид, ехал по трассе. Ну, мне кажется, да, все-таки переборщил, откровенно переборщил, вот именно как раз вот в случае с Пересом. Да, вот это все понимаешь, что сейчас, 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 и вот, ну, он уже не мог не допустить всех этих ошибок, потому что по-сухому-то не всегда машины, да, в таких скоростных поворотах у нас мы это все замечаем и так вот в обычных гонках, что происходит, когда слишком близко ты подбираешься, и, собственно, можно и, ну, машину может сзади сорвать легко. А тут еще и в таких условиях, и, то есть, начались вот эти вот вальсирования, начались, хорошо, что, да, вот он, получилось ему машину удержать там, где она осталась, на дорожном полотне и поехать дальше, но, тем не менее, все это вот приводило к тому, что, как бы он ни старался, все это, наоборот, против него начинало работать и в конечном итоге, то есть, вот, все вот таким снежным комом, как с самого начала началось, вот с этой вот там, с неправильного выбора резины, с ошибки на финальном круге, который мог бы стать, то есть, если мы посмотрим, да, вот мог бы стать Поулом, и он бы стоял на нужной стороне, и, возможно, неплохо, значит, стартовал бы, и сразу же бы первым поехал, и, возможно, также бы спокойно смог бы отъехать. Ну, может быть, там они попадались, но не факт, что там тот же самый Стролл смог бы Максу навязать что-то вот на первых порах, то есть, может быть, ехал бы в упор, но, тем не менее, да, там слишком близко в упор, да, может быть, мы видели бы обратную картину, как когда Макс там Серхио пытался пройти, как развернуло его, и вот это, вот это, вот это, и в итоге, то есть, одна ошибка где-то сделана еще в субботу, и в итоге вся гонка просто поперек, и ничего не вышло, и, конечно, ну, это, наверное, одни из самых чуваков, которых больше всего жалко, потому что, ну, 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 как вот так, да, то есть, ну, да, когда, то есть, у тебя есть машина, способная ехать быстро, то есть, мы не берем там, опять же, то ли по Таури, альфа РММ, которая там одна вообще сломалась, у Кимми скорости не было, когда дорога в этот раз начала подсыхать, Кимми там провалился почти сразу, то есть, вот опять же, дождевые настройки, кстати говоря, насчет старта Макса, ты видел где-нибудь анборд Рикьярда на старте? Если честно, по-моему, нет, пытаюсь сейчас. Суть в чем, когда разбирали, я не помню, где-то нарезка это была, суть в том, что, когда разбирали старт Макса, и показывали анборд Рикьярда, Рикьярда только со второй передачи, А, наверное, видел, да. Почему Рикьярда получился такой офигенный старт? Я смотрел, я разглядывал, то, что у них там произошло дальше. Это прямо, это прямо батя в здании. Вот тронутся со второй передачи на скользко дороге, ну это же гениально, ну это же, это же деды так делали, это же отцы так делали, то есть это, какие там зимние резины были на наших там, у наших отцов там в скетчах, на Волгах там, что там еще было, там я уже не знаю, запорожцы какие-нибудь. Вторая, третья передача, трогаешься, все и поехал, все прекрасно было. У Макса, видимо, как-то вот не было до этого детства с какими-то там тракторами или с какой-то там техникой древней старой. Ну я, видишь, с первой передачи взял, чувак сразу лупанул, привык к какому-то зацепу хорошему. Мне это Рикьярда мне прям понравился. Четко вторая передача, видно, что горит двойка, старт, цепление бросается, машина поехала, все, прекрасно, никаких не пробуксов. Ну понятно, что там еще и сторона другая, накатанная, но тем не менее, я просто это... Слушайте, а я никогда не думал, что можно трогаться второй передачи на Формуле-1. То есть как бы, ну мы все привыкли, что вот подъехали, передача первой, всех обычно говорит единичка на руле, тронулись. Вторая передача, казалось бы, куда уж проще, но это отдалось, чтобы додуматься было. Такой прикольный момент, ты для себя отметил, я прям очень долго улыбался на этот счет. А про гонку, знаешь, я вот пока рассказывал, подумал, что как раз она была вот такая, что вот качели, постоянные качели, видишь, что их темп постепенно как бы просаживается. Те же самые Red Bull, и ты видишь, как они начинают лететь, чуть ли не на лидерство в гонке претендовать, как они начинают дубасить. Думаю, раз, они здесь где-то ошибаются, здесь что-то не так. Потом вдруг внезапно где-то там из середины пелетона начинает прорываться Хэмильтон постепенно, постепенно, значит, всех накатывая. Вот это вот, то есть, вот несмотря на то, что как таковых, вот если мы говорим прям вот гонок, там скорости, сражений, там колесо в колесо, их вроде как не было, и сама по себе скорость была, ну, ниже, чем мы хотели бы видеть, а это видно с экрана, да, то есть, когда ты сможешь какие-то там младшие серии, ну, еще ладно, те, кто снимают, примерно те же самые люди, которые снимают Формулу-1, они все-таки привыкли динамично картинку делать. Когда ты сможешь какие-нибудь соревнования по турингу или что-нибудь такое, ну, даже с телевизора видно, насколько это все медленнее, то есть, динамика не та. И здесь вот, несмотря на это все, гонка именно получилась вот очень интересной, потому что была та самая непредсказуемость, вот этот эффект, вот который мы всегда, вот о котором, собственно, все, мне кажется, болельщики в последнее время просят, что типа, ну, пожалуйста, чтобы было что-то вот интересное, непонятное. И вот вам, вот вам, к сожалению, только в таких условиях. Дождь и асфальт. Шикарно. Ну, не можешь же ты на каждую гонку, значит, ванговать тучки и перед каждым гран-при перекладывать. Нет, теоретически, конечно, можно. Вот, надо позвать из России, знаешь, этих чуваков, которые разгоняют перед парадами облака, только наоборот, чтобы работало, чтобы они стреляли пушками куда-нибудь по сторонам и тучи, наоборот, сгоняли. Я сначала про других чуваков подумал. Каких? Я подумал про чуваков, которые кидают лопатой асфальт в лужу или в снег. Я думал, ты про этих чуваков говоришь. Этих тоже надо взять. Пока вот, пока одни будут кидать лопатой, значит, снег в лужу, вторые будут сгонять тучи, наоборот, к месту проведения мероприятия. Ну, то есть, у них должна сработать обратная такая штука. Это было бы идеально, да, но, но зато, да, вот, я, конечно, я практически не слышал отзывов, что, типа, мне не понравилась гонка, хотя всегда такое есть тоже, да, какая бы ни была, все равно, недовольные, как-то обиженные, недовольные всегда найдутся. Но, тем не менее, вот, вот, наконец-то мы дошли. Кстати, знаешь, вот насчет обиженных, насчет обиженных, извините, я перебью. Знаешь, кому не понравилась гонка? Какому гонщику не понравилась гонка? Который сказал, что это вообще не Формула-1, и что это, это не гонки, это какая-то чушь. Ну, не Вальтери Жботтес. Ну, ты читал это, нет? Где-нибудь встречал эту строчку? Ему понравилось, ему понравилось так же, как мышка из Китая. Нет, это был Рассел. Я, честно, я признаться, я был очень удивлен, то есть, что молодой парень, как бы написал, ну, такое интервью вообще, в принципе, дал. Так, все очень просто. Он привык ездить на своих, вот этих, симуляторах, даже в реальной жизни, когда у тебя машина по рельсам едет, все твои движения, это там вправо-влево, вправо-влево, такие маленькие-маленькие, по амплитуде. А тут было практически ралли, то есть, тут нужно было, они, мне кажется, они за последние пять сезонов столько рулем не работали, сколько работали вот за первый отрезок, я не знаю, до первого питстопа на этой трассе, то есть, это постоянная работа, ну, я думаю, что деды с ним поговорят и объяснят пацану, что чувак, типа, это тоже было круто, получай фан от этого, потому что ты, наконец-то, управлял машиной Формулы-1, прям пытался управлять, а не, значит, ехал по рельсам с дикими перегрузками при этом. Ну, я не знаю почему, ну, может, действительно ему там скорости ему не хватало, чего ему еще там не хватать могло. Нет, я просто даже встречал это, в принципе, среди болельщиков, в принципе, в комментариях, несколько комментариев было, что, да ну как, ну это же не гонки, ну что это такое, вроде тут все вылетают, там никто нормально не едет, ну, как бы, ребят, это есть соревнования, все в одинаковых условиях, вы учитесь рулить и работать газом, то есть, у нас, вот реально, в последнее время, вот, все, да, то есть, газ, тормоз, все прекрасно, машина держится, как приклеенная к дороге, какой-нибудь у нас замечательный, там есть мягкий комплект резины, там, 3, 4, 5, там, ну или еще какой-нибудь, везде все работает прекрасно, прекрасно, привезли жесткую резину, гладкий асфальт, пошел дождь, ребят, учитесь рулить, учитесь давить тормоз, учитесь давить газ, учитесь додозированно этим всем пользоваться, то есть, не поворачивать руль, там, и с поворота вышел такой, и газ нажал, все, прям в пол, еще электрическую составляющую подключил, нет, нифига, так не работает, все, потихонечку, мягко газ, мягкий этот, вот, опять же, то есть, возвращаемся к началу того, что заметно было у людей, кто давно уже ездит в Форма-1, как тут Кими, как Феттель, то есть, вот это вот, мягко, осторожно, то есть, как вот, допустим, ты ездил хоть раз зимой, в зимних каких-то гонках, дождевых сильно, мы вообще стараемся каждую зиму, хоть и нельзя, но выезжать на лед куда-нибудь там, когда встают, ну, у нас просто последние пару зим были очень такие, знаешь, мягкие и, ну, кто-то выезжал все равно на лед, но он там, нам было лень, опасно, да, вот, слишком мягкая зима, надо, чтобы хотя бы недельку постояла, вот так вот, чтобы, хотя бывало там, мы и в марте выезжали, знаешь, там уже пылынья такая на траектории, а ты через нее колесом пролетаешь, но это все очень полезно именно для понимания управления машиной, это, ну, в конце концов, это просто фан как бы боком поездить, особенно если у тебя хотя бы тренировочный шип полтора миллиметра, а если у тебя еще боевой где-то валяется, четыре с половиной, то, в общем-то, ну, там уже не так интересно, потому что там по льду едешь как по асфальту в этот момент, и вот это, ты даже рулишь, там зацепь просто сумасшедший, ты даже рулишь машиной, просто понимаешь, ты, 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 ты как бы ей полностью, она останавливается, когда ты нажимаешь на тормоз, она останавливается на льду, как вкопанная, вот, поэтому это даже не то, ну вот тренировочный шип, это вот уже хорошо, то есть там вот это вот полтора миллиметровый дейли, просто на обычном гражданском, это мало того, что много фана, то есть ты действительно, когда грамотно трасса проложена там, то можно и вот, собственно, и боком поездить с большой скоростью, и заносы всякие, ну, там поделать влево-вправо там, да, вот, контрсмещение, и, конечно, кроме фана, это плюс дает тебе огромное, ну, прям, экспириенс по управлению, именно, ты даже знаешь, не сколько по управлению, сколько по, ну, именно чувству у автомобиля, насколько ты начинаешь его чувствовать, и это всегда очень полезно, и на обычной своей гражданской машине, понять, на что она способна, и что с ней, собственно, будет происходить, если вот ты вдруг внезапно поймаешь там какой-то занос, что с ней надо делать, поэтому, да, это, примерно понимаю, о чем ты хочешь сказать, что вот это вот, ну, то есть, да, то есть, ты должен делать все заранее, и максимально плавно, то есть, у тебя все траектории должны быть максимально распрямлены, без резких движений, тормозы, то есть, ты должен сделать максимально, то есть, я, я правда просто думаю, Рассел какой-то молодой парень, талантливый, как, не понравилось, наоборот же прикольно было, ну, да, сложно, ну, как бы, учитесь ездить во всех условиях, не всегда будет легко, где-то будет пыль, где-то будет дождь, где-то будет еще что-то, ну, что, всякое бывает. Ну, мы в чем-то можем сказать, что он прав. в таких условиях мы вряд ли, наверное, когда-то еще увидим у кого-то. Можем же мы сказать, что он прав. Ну, если мы посмотрим, что Формула-1, это про скорость. Я вот с ними не согласен вообще. Ну, с одной стороны, ну, все. Я понимаю, что это про скорость. С этой точки зрения? Скорости была. Ты видел скорости какие? Все развивали. Но все равно развивали. Нет, я понимаю, что скорость-то развивали. ему обидно было. Он хотел, он хотел Газ в пол пройти восьмой поворот. Все. Вот, кстати, восьмой поворот и Газ в пол, это да, вот этого не хватало. То есть, я очень ждал этот поворот, посмотреть, как он будет на современных машинах выглядеть. Но, к сожалению, они не увидели. Ну, ладно, в общем, была все равно гонка классная. Возвращаясь к Рикьярдо и, в принципе, к Рено, ты вот помнишь, да, нас буквально до Турции, как выглядела турнирная таблица. Там, кубы конструкторов было, там, что-то из разряда, там, 130, вот, там была разница в одном очко у всех трех. И там, Феррари где-то была глубоко отставшая, еще что-то. Насколько одно Гран-при, насколько один Укенд способен все изменить. Все, и Рикьярдо после гонки выступает, а мы как бы уже не боремся. Так там не борется, что там 6 очков до Феррари осталось. То есть, если Феррари там еще пройдет какую-нибудь одну гонку нормальную, то как бы тут Феррари уже в топ-3 может заехать. Ну, конечно, вряд ли так или иначе. Еще три гонки. Хотя, слушай, тут в Бахрейне дождь обещают в субботу. Да, кстати. Фиг его знает. То есть, вообще удивительный момент. Хотя там, я где-то читал, что какой-то парень написал, что нет, в Бахрейне как бы дождь бывает на самом деле. Это не такое какое-то удивительное дело, но дождь в Бахрейне как-то для меня это, я не знаю, как снег в Турции. Пошел бы в июле, к примеру, или в июне. Вот. Но, по факту, то есть, продолжая тему про Рено, удивительно, насколько, даже с учетом провала строла, там, и какие-то механические эти все повреждения, какие-то настройки, рейсинг-поинт, прям четко за один уикенд, ну, там, конечно, от Макларена еще, отриф не сильно большой, но, насколько в один уикенд все поменялось. У Рено все. То есть, мы боремся за третье место в Кубке институтеров, нам остается одно очко, чтобы превзойти рейсинг-поинт и стать третьими, а теперь мы, извините, уже пятый, а то и шестый, если Феррай продолжит так же прогрессировать. Вот она. Блин, это те самые гонки, это те самые гонки, которые мы все время ждем, и, конечно, хотелось бы, чтобы вот это происходило посуху, чтобы не только там разные, как все говорят, победители были, там, чтобы в том числе несколько команд, и они очень сильно боролись, но, в принципе, мы сейчас это видим в середине, но хотелось бы, чтобы в том числе это из-за победы происходило, чтобы вот всегда была некая непредсказуемость, кто в какой момент выстрелит, кто где лучше сработает, чтобы разноцветные машины между собой, значит, рубились там, вот из поворота в поворот, это было бы, вот мы все этого ждали. Как было в квалификации? Вот квалификация была идеальной, по большому счету, вот репетиции перед гонкой, вот почему это не было в гонке? Вот просто возьмите квалификацию, скопируйте на гонку, кто-то дождь выключил. Кстати, у меня большие вообще вопросы к метеослужбе Формулы-1, вот в принципе, почему вы, я не знаю, у меня, мне кажется, телефон лучше предсказывает погоду, чем метеослужба Формулы-1, там вечно какой-то нарисован радар, какая-то тучка идет, сейчас польет, ой, не полило, сейчас точно польет, ой, тоже не пошло, ну ладно, значит не пойдет вообще. Ну вот как это? Ну что там, что-то там происходит? Я не знаю, какой-то кошмар. А я бы хотел вернуться к тому, что ты начал, к Racing Point в том числе, да, вот к этим самым качелям, которые туда-сюда плюс-минус происходили, и вот ты говорил, да, в том числе, что видно было, как розовая машина настроена на все-таки на более мокрую трассу, но заметь, Серхио все-таки справился вот с этим вот давлением. У нас получилось. Потому что Серхио не переобулся. У нас, вот, вот все. Видишь как, у нас, это не только гонка, вот эти качели, да, и разных команд, это плюс еще то же самое, что мы говорили, что где старички, где новички, и не только в плане того, как они, ну, умеют ездить по такому покрытию, а мне кажется, еще в плане вот именно, работы с резиной, еще моральной устойчивости, вот этой психологической такой, да, что начало происходить со Стролом? во-первых, там, как подметили некоторые специалисты, что было видно, во-первых, да, то, что, опять-таки, вот только что мы об этом говорили, в качестве езды там по льду и плавности, что Строл очень-очень резко всегда нажимал на газ, он очень пытался быстро, собственно, тем самым, в том числе, естественно, свою резину, и в том числе заднюю, подубил, и это как раз начало толкать его на мысль, что ничего не работает, скользко, все, у меня ничего не получается, ничего не получается, и началась вот эта паника, вот эти заезды на питлейн постоянные, и, собственно, что и лишило его не только лидерства, а он, простите, пролидировал, просто две трети гонки человек, так нет, ты, кстати, заметил, видел статистику о лидировании, да, да, это очень шикарно, по этому сезону, он выше Макса стоит, то есть, Макс, где Макс в таблице, где Строл, да, то есть, где Рэдбул, и где у нас Форс Инди, но нет, теперь Строл как бы в статистике, вот пожалуйста, еще, кстати, и в топ-5 заехал по самым молодым полситерам, вот, то есть, вот, одна гонка, и все изменило, будущий чемпион, вот, помяните мое слово, он сейчас научится, он сейчас прикатается, а при тех возможностях, которые сейчас открываются перед Racing Point, перед будущим Астон Мартином, у меня тут вообще в голове такая дикая конспирологическая теория сформировалась, по поводу будущего Мерседеса, по поводу будущего Льюис Хэммельта, но нет, я сейчас не хочу, я хочу пока понаблюдать за этим, но вот, кину, да, кину, что это все, да, что это, что это Астон Мартин, что это Мерседес, ну и так далее, там подобное, короче, вот, и много у кого так было, понимаешь, проблема была не только Стролу, но его она самая видная, потому что человек, к сожалению, лишился по факту уже, ну, победы, Паула и так далее, ой, Паула в смысле, ну, хотя бы, хотя бы, это сам, как его, место на подиуме, насколько, при этом, да, вот, тот же Фетель, которого все привыкли, ну, все привыкли, что он такой уже, некое олицетворение, да, для простого, такого жестокого болельщика, это такое, наше, олицетворение клоунады, то есть, что он, что ты, а мы с тобой всегда защищали, а нас еще ругали, что он там разворачивается, постоянно, да он вообще там, липовый, да, что вы защищаете, ну, нафиг он нужен, он старый, он ездить не умеет, он ни разу не развернулся на мокрой трассе, удивительно, казалось бы, но при этом был, а старт какой был, это пуски номинально вообще, но надо сказать, ну, если бы не старт, наверное, бы ничего не получилось, то есть, наверное, свою гонку он сделал на старте, потому что дальше, потому что дальше вот было очень заметно, насколько он осторожничает больше, чем другие, вот прямо, когда показывали, как кто-либо его там догонял, или потом отъезжал от него, или он кому-либо подбирался, именно в поворотах, ну, Феттель прям вот такое ощущение, что он на цыпочках шепотом их проходил, мне кажется, он заранее, как поезжая под ворот, он даже то ли газ отпускал, то ли тормозил, начинал тормозить сильно заранее, потому что там прям разница в скорости, вот перед поворотами была очень большой, вот даже когда Льюис его гонял, пытался обгонять, ну, сколько обгонять было сложно, но вот прям по Феттелю было видно, насколько большая разница в скорости. Это просто, это была, это какая-то антифантастика была именно, да, но это дало свой результат, вот это спокойная езда, и, казалось бы, в какой-то момент, опять-таки, да, совокупность факторов, которая произошла внезапно, но... Но здесь в этой гонке, в принципе, мне кажется, нельзя говорить о ком-то или о чем-то, просто, знаешь, ну, абстрагируясь от всего, здесь это сплошная гонка, вот, это реально, это просто стечение невероятного количества обстоятельств у всех, то есть здесь все с друг другом завязаны получились, по итогу у кого-то провал, сочеталось с успехом другого, ну, знаешь, у Феттеля реально сработала стопроцентно русская поговорка «Тише едешь, дальше будешь». Он действительно очень сильно осторожничал, что повезло ему, ну, позволило ему, во-первых, ну, до конца доехать вот на тех самых шинах, на которых он ехал, да, он их там, как и большинство в этой гонке переобывал, но тем не менее, он их сохранял более-менее, ну, по крайней мере, они напоминали шины, шины с протектором, они хотя бы напоминали. Это во-первых. А во-вторых, вот, казалось бы, осторожничает, медленно где-то едет, но далеко-то не у всех получилось уехать от него, да, и далеко не у всех сразу получилось его пройти, потому что действительно такие условия, что они позволяли излишне осторожничать, потому что, ну, ринишься ты меня снаружи где-то проходить, а там вообще вода, ты так прямо уедешь. Даже если ты конкретно в этом повороте сейчас меня пройдешь, то на выходе уже на следующую прямую я все равно буду быстрее, потому что у меня разгон будет лучше. И удивительно, да, то есть, ну, уже в конце, когда, казалось бы, все потеряно, что все, Феттеля все проехали, случается то, что вот случилось, и мне это даже в том числе напомнило какие-то, вот я говорю, что, знаешь, там клубные покатушки или картинговые гонки по зиме, когда, да, ты тоже, ты прям видишь, что человек тебя прям в какой-то момент настигает, проходит, и куда-нибудь сугроб улетает к чертям собачьим. Это как бы то, что у нас происходило, например, там на протяжении всей гонки. Все, кто были излишне быстрые, они периодически куда-то, значит, разлетались. Потом ты уже там под конец все равно, то есть тебе кажется, что вроде у тебя темп есть, ты вроде едешь, ты все контролируешь, у тебя нет ни одного там такого излишнего заноса, ты едешь, едешь, но под конец тебе вдруг кто-то проходит, или даже не один человек, и ты думаешь, ну все, вроде как это самое, но это как раз из серии, да, никогда не сдаваться и продолжать делать то, что ты делаешь. И ты едешь в своем уверенном темпе, держишься там, где-то их, видишь этих людей впереди, и вдруг они из-за своего вот этого темпа, из-за того, что они там вот прям уже в себе так сильно уверены, что у них есть этот зацеп, в итоге буквально там за несколько поворотов до финиша они по кустам, по сугробам разлетаются, а ты в своем этом же спокойном темпе проезжаешь дальше. И вот это вот, ну, дико меня улыбало, когда я смотрел, и практически до крика довело, потому что это было очень, вот, наверное, это самый эмоциональный был момент во всей гонке, да, то есть даже когда вот ошибался Макс, когда на первых кругах там и Хэмилтон ошибался, когда была вся эта неразбериха, когда начал даже жаловаться Строл на свои вот эти вот, ну, что не работает, ничего не получается, столько, наверное, такого вот напряжения не было, как в последних четырех там, наверное, поворотах гонки, когда, когда, собственно, вот это все происходило, это вот, ну, невероятно, то есть это вот те самые гонки, которые мы любим, о которых всегда вот это старичье, типа, нас брюзжит, что вот раньше было лучше, потому что таких накалов страстей было чаще, больше, и не только по-мокрому, когда до последних поворотов ты не знал, что будет происходить дальше, что, 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 кто чего, у кого чего взорвется, у кого чего отлетит, у кого, кто с нервами не справится, кто, кого бортанет, в конце концов, и вот, и так далее, то есть это прям вот, я не знаю, но мне кажется, это самый крутой момент был вообще. Вот даже спорить с тобой, наверное, не буду сейчас. Так вот, если возвращаясь к началу твоей всей истории, про строла, да, я согласен полностью, что не хватило где-то скилла, где-то не хватило как раз вот этой вот плавности, плюс я считаю, ну и в принципе и устроил, сначала тоже удивлялся, и с одной стороны он ругался, матерился, что вроде как что-то ничего не работает, а с другой стороны он сомневался в необходимости нового комплекта колес, то что вот в принципе у Переса резина дотянула до конца, и она работала, потому что трасса так или иначе подсыхала, траектория, ну понятно, что не была там идеально сухой, но тем не менее она уже была слегка влажной, и то есть вот здесь вот видимо возникла какая-то проблема с прогревом, и в принципе видимо с жизнеспособностью промежуточной резины вот на таком асфальте, то есть возможно она просто у нее перегрелась, опять же это вследствие вот его каких-то вот возможно резких рваных движений, там какого-то излишнего там неаккуратного обращения с газом, с тормозом, в общем, но по большому счету, вот если подводя такой вот итог у уикенда для строла, строл в принципе показал, доказал, как-то вот в последнее время, потому что у него прям дико ничего не получалось, в последней гонке, потому что без очков там сколько, 4 или 5 гонок у него было по итогу, то есть там то аварии, то он болел, то видимо последствия болезни какие-то или еще что-то, но здесь вот как получилось, так получилось, красиво в квалификации, ну не совсем все получилось понятное дело в гонке, там опять же из кучи всяких факторов, включая там вроде что-то даже поломанное было, там где-то я находил, там то ли с крылом, то ли еще с чем была проблема, вот, по Фетолю, это вот, опять же, реально это старая школа, то есть конечно с небольшим везением, что Льюис вылетел, и Фетолева прошел, но я потом сидел вот с такими большими глазами, я конечно не могу их показать с какими в подкасте, но с большими, когда Льюис не мог пройти Фетоля, и то есть сколько, я честно говоря не буду сейчас врать, я не считал количество кругов, сколько Фетолева возил, но мне казалось, что это было очень долго, то есть я смотрю, я думаю, как, как это сейчас все получается, и то есть, все вылетали, то есть Льюис, да все вылетали почти, что там, я не знаю, там кто-то крашился в заборы, перед гонкой молчу про Джовинаца и про Рассова, которые умудрились, один в забор, другой прямо в питлейну убраться, четко, офигенно, классная, красивая, плавная езда, вот какая должна быть вот в такую погоду, то есть Фетоль прям максимизировал вообще вот все, что можно, все свои навыки, и вот, я не знаю, может ему Хакенхайм каким-то флешбеком пришел, я почему-то про него вообще не вспоминал, кстати, про, действительно, ну, то есть, вот, человек пережестил в Хакенхайме в 18-м году, безобиднейшей ситуации, убрался, да, то есть, ситуация безобиднейшая, то есть, тоже подсыхающая влажная трасса, ну, казалось бы, ну, что ты по ней что ли никогда не ездил, конечно, ездил, и тут вот, видимо, какая-то осторожность, но она дала свои плоды, и, ну, как бы, я не знаю, я очень за него рад. Ну, по сути, траектория, так или иначе, она там одна была, и если ты грамотно ее занимал, и пока еще не разрешали ДРС, а его долго не разрешали, я вообще удивлен, что разрешили, конечно, но, тем не менее, да, ну, ну, особого чуда в этом нет, потому что, практически невозможно, но настолько скользко, что нужно просто было грамотно крыться, что, собственно, по горячке не сделал Леклер, и что стало его основной ошибкой, мы к ней сейчас, я думаю, подойдем дальше, пока продолжаю, я просто решил себя перебить, что вот все-таки, знаешь, ну, да, крылся, да, фантастика, но, ну, не суперфантастика, потому что, ну, ну, практически нет шансов, ну, нету, некуда, ты, ты скорее вылетишь, если полезешь там или иначе, и... Мало, да, мало, потому что, по большому счету, кстати, знаешь, ты сейчас сказал про ДРС, вот я бы его вообще не включал в гонки, вот, без него было гораздо интереснее, чем с ним, было сложнее с обгонами, и народ что-то пытался изобретать, там он, Норрис, по-моему, проходил Рассел, просто в последней связке, так уже там, даже немножечко бортанул, по-моему, там, уперся в Рассел, Рассел там что-то еще матерился, но, так или иначе, как бы обгонять можно было, сложно, где-то подкарвуливать, иначе не выиграл Балиюс Хэмильтон, где-то на него просто давить, разрешите, вбросил, возможно, ну, возможно, вот, ну, по факту, так или иначе, как бы хорошо, с обгонами сложно, траектория одна, но Фетель заслужил, как-то, ну, я не знаю, тут третье-черто место, конечно, спорный вопрос, опять же, сейчас, да, мы разберем ошибку Леклера, но, красивая, хорошая, прям, качественная, классная, знаешь, даже просто чисто по-человечески, как бы кто ни относился, там, был ли кто-то его фанатом, или просто там, сочувствующим уже, или наоборот, там, лютеющим хейтером, но, чисто по-человечески, ему нужен был этот, ну, скажем прямо, последний подиум за Феррари, просто как, ну, не то, что это не громко хлопнуть там дверь, а просто вот именно, знаешь, как вот, такая последняя награда за вот эти годы работы на этот коллектив, за все удачи, за все неудачи, но вот, так или иначе, какая-то вот, ну, какая-то вот отметка должна была остаться, и вот, в абсолютно кошмарнейшем сезоне для Себастья, на Феттель, это, наверное, ну, наверное, худший его сезон вообще в карьере, ну, да, да, я сейчас пытался вспомнить, что было Феррари, да, может быть, последний год в Рэдбуле только можно сравнить, но и то там как-то, ну, может быть, не столько на него тогда, хотя взглядов на него было больше в тот момент представлено, но, как-то вот, именно вот этого необоснованного хейта было, или, наоборот, обоснованного было меньше, поэтому, наверное, все-таки худший, и вот, это прям вот чистая награда. Даже чихнул, значит, правда говорю. Будь здоров. Спасибо. И вам всем, друзья, здоровья. Давай уж тогда, или ты хотел еще что-то добавить? Я опять тебя перебил, как всегда. Да нет, по Феттелю, в принципе, да нет, все нормально, по Феттелю, в принципе, вот, я тебя опять перебью, я вспомнил, я хотел по Стролу добавить, что, такой, знаешь, Строл не выиграл эту гонку, но он от этой гонки выиграл очень много. Да, Определенно, если он сможет извлечь из этого правильные уроки, если он там, опять же, разберет телеметрию, посмотрит телеметрию Переса и так далее, вот, здесь, я думаю, что да. в общем, для него это огромный экспириенс, это огромный опыт. Да, да, конечно, не говоря про стратистику, в которую он попал. Можно много чего. Так что, да, конечно, безусловно. В общем, то есть, по крайней мере, после квалификации, да и после гонки, по большому счету, тоже, я много читал всяких разных мнений на этот счет, и как-то, ну, нет такого, кто бы сказал, что вот Строл прям неудачник, что вот он выиграл квалификацию, а гонку заруинил. Да нет, нас может все как-то с пониманием, что, ну, есть, конечно, куда учиться, понятно, что скилл еще будет перерастать, потому что Строл у нас никуда не уходит, естественно, еще будет сколько-то лет в Формуле 1 торчать. И, в принципе, гонку и квалификацию можно занести, ну, квалификацию, понятно, гонку можно занести, в принципе, наверное, все-таки в плюс. То есть, что человек доказал, что да, он может, ну, и опять же, возить там 32 круга в дождь от всех, и прям, причем, уезжать, уезжал-то он прям очень сильно от Переса от того же, то есть, там секунд 5, наверное, на первых кругах 5, наверное, было, потом до 10 секунд все выросло. То есть, вот я думаю, что если бы была гонка дождевая, прям вот такая, сильно дождевая, я думаю, что, в принципе, у Переса были бы все шансы там, ну, на подиум точно заехать. Так что, вот, в принципе, наверное, уже все. Ну, давай к Леклеру тогда. К Леклеру. Леклер в очередной раз, то есть, после, опять же, какой-то кошмарной квалификации, хорошо отыгрался и даже ошибку, по большому счету, я ему как-то, знаешь, я долго над этим думал, я даже не скажу, что это вот какой он там криворукий или еще что-то. Нормально. Он впервые в таких условиях сложных научится. Еще карьера, опять же, долгая впереди. Но вот этот вот монолог после финиша, ну, я не знаю, мне кажется, с этим надо уже завязывать. Ну, мне кажется, это о многом говорит о нем, как о человеке, почему-то. Я не буду сейчас кидаться громкими фразами, я не хочу никого видеть, но мне кажется. Это какие-то, я не знаю, это вот опять же, это сейчас чисто мое вот имха, да, и не более того, мое мнение. Какая-то, я не знаю, незрелость или какое-то показушничество, что ли, небольшое. То есть, нет, понятно, что он расстроен. Чувак, ну, по большому счету, ничего страшного не случилось. Ты не убрался в столб и не приехал последним. Ты там не убрался, ну, хорошо, ну, потерял одну позицию, ну, может быть, две. Но это нормально, это опыт, не переживай, это все пройдет, ты не последний сезон в Формуле 1-то ездишь, у тебя контракт там до 24-го года расписан. Все хорошо, все придет с опытом, нормально, возьми себя в руки и давай дальше работать. Все будет прекрасно. То есть, не ты первый, не ты последний, чемпионы вылетали, разбивались в стенах под сейфти-карами. Да кто только не крашился, как только можно, там, тоже взять Рассела, да, у нас в имоле, когда он убрался. Ну, все написали, что, ну, как бы, это случается. Все есть, главное сделать, как бы, выводы правильные, то есть, понять, что вот здесь вот, ага, здесь я вроде как обогнал, того же Переса, но можно было просто где-то аккуратно затормозить, где-то что-то еще, ну, просто не горячиться. Вот все, то есть, а вот это вот, я идиот, я тупой, ему там говорят, да все как бы успокоится, давай уже ради выключим, пошли какие-то запиканные слова, еще что-то. Потом, нет, ну, с другой стороны, конечно, вот это очень все мило, как он помогал потом грузить, собирать с боксами, всякое барахло, по ящикам. Да, 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 он там помогал механикам что-то таскать, какие-то там декорации, я даже не знаю, что это было, ну, какие-то пластиковые конструкции, он помогал потом ящики все догрузить, ну, видимо, отрабатывал. Ну, в общем, вот этот момент, я считаю, что он просто лишний, то есть, вот с этим надо работать, как бы, ну, все, хорошо, ты вернешься, будешь сильнее. Да, проблема в том, что с этим ничего не сделаешь, это то, о чем мы говорили там, там еще в прошлом году с тобой, что, вот он очень своеобразный товарищ, и скорее всего он, ну, я говорю, что я не хочу вешать ярлыков, громких фраз говорить, но это выглядело, как истерика избалованного ребенка. И проблема в том, что это уже не первый раз, и я уверен, что это не прекратится. Если кто-то из, в этом нет никакого волшебства, в этом нет никакого, это не проблема зрелости, незрелости, это не проблема опыта, неопыта, это вот просто вот такой человек. Другой вопрос, принимаете ли вы таких людей или нет? Я лично как бы не очень, поэтому, может быть, я немножко вот так вот хуже начинаю относиться каждый раз, когда вижу вот какие-то такие происшествия. Это совершенно не делает его хуже, как гонщика там, или, не знаю, но вот как-то вот странно это все выглядит, потому что, да, кто-то может как вот, может там, кратковременно выматериться, кто-то может какую-то тираду проговорить, кто-то может в основном, в основном, как поступает, наверное, большинство пилотов, в том числе, они скорее психуют где-то внутри, они могут сесть, сидеть 10 минут, могут уйти куда-то, уйти в никуда, чтобы их никто не видел, остаться наедине с самим собой, и, собственно, с самим собой дураком разобраться. Но когда ты вот, как вот ты просто сказал, что как будто бы как показуха какая-то, ты типа прям выстая, это я такой, это все, я обосрался, не мешайте мне, ну типа, блин, чувак, ну, ну. Еще там руль колотил после финиша, что-то остановился. Ну, это как-то забавно, правда, выглядит это вот. В общем, такое, в общем, давай не путем, давай оставим эту желтуху все, то есть надо было высказаться, нужно было сказать свое мнение, никому не интересное, но я вот не хочу просто касаться личности как-то, но вот это вот мое отношение, и, к сожалению, оно лучше из-за такого не становится. И как-то... Ну, я еще раз повторюсь, я все-таки надеюсь, что, не знаю, может быть, психологу сходит или еще что-то, поставил, но это с ликвием не работает, это с ликвием только работает. По факту, я очень надеюсь, что все-таки как-то искоренится, потому что мы рискуем получить дикую истеричку, особенно когда вот Феррари, я надеюсь, все-таки у нас поедет, да, и будет где-то там все-таки вверху таблицы, и когда это будут какие-то столкновения, какие-то такие же вылеты, но это будет за победу. Ну, тогда это только на плюс, к Карлсу Сайнцу, который как раз-таки будет пытаться через все это сверху проехать, знаешь, без лишних истерик. Ну, здесь опять же, как вот он себя поведет, сегодня, кстати, мне понравилось, появилось интервью, это уже немного не про гонку, но тем не менее, появилось интервью снова с Сайнцем, и мне понравился заголовок, вы задолбали уже спрашивать одни и те же вопросы, нет, я не жалею, что перешел в Феррари, и мне понравилось, где-то в какой-то новости я видел, в какой-то социальной сети, под этой новостью, прикрепили гифку, и там, это известно, гифка, кстати, очень даже какой-то видос, наверное, известный, многие, наверное, видели, там мальчика на улице, берут интервью, и он сначала смеется, а потом начинает плакать, закрывать лицо руками, а вот ощущение Сайнца сейчас, типа вы задолбали, посмеялся, а потом ушел плакать, ну, на самом деле, мне кажется, это один из глупых вопросов, жалеете ли вы о том, что переходите в Феррари. Да, конечно, 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 не жалеет, первый год Формулы-1 смотрит, почему, откуда у вас такой вопрос? Да, да, да. Ладно. Ну, это просто такая забавная ставка. Давай тогда вернемся все-таки. Пора уже, как говорится, заканчивать, мы собирались коротко. Ну, собственно, происшествие, которое произошло, происшествие же происходит обычно, все, что произошло с Леклером, но это, наверное, та же самая, это такая смесь максовской горячки, потому что, конечно, ты в кураже, просто ты только что видишь, как ошибается человек, тебе надо его пройти, ты его проходишь и до последнего так и топишь, но то, что говорили мы выше, траектория одна, и мы не раз за эту гонку видели, как именно в этом повороте люди, которые либо пытались внутри обогнать, либо пытались хоть как-то вот что-то сделать, и, собственно, они тормозили, но там не тормозилось, они спокойно скользили наружу, люди, что поумнее, оставались, собственно, с наружной части изначально, они даже иногда чуть ли не останавливались и в тормоз не били, чтобы перед ними машина проскользила в никуда туда, чуть шире, в неизвестности, они спокойно по этой сухой траектории начинали разгоняться, и вот это произошло один в один, когда вот уйди, он чуть правее, закроен сразу же эту траекторию, даже если бы перес по горячке сам бы прыгнул вовнутрь, чуть сильнее перетормози, неизвестно, конечно, как вмешался бы или нет вот Себастьян Феттель, Столкнитесь. Да, тем не менее, он мог бы защитить эту позицию, которую он вот только что поворот до этого отвоевал, но вот, видимо, то ли действительно, ну вот по горячке, то ли немножко опыта не хватило, он начал тормозить и начал закрывать внутрианку, то есть казалось бы, если бы это происходило в сухих условиях, он бы закрыл внутреннюю часть, прекрасно, даже несмотря на то, что там первая часть Тески будет обратная, то следующий уже поворот на финиш, но все равно внутри, то есть он бы отбился там как, все, закрываешь внутрь, больше никто никуда не полезет, уже имеешь все моральное право выдавить к чертям с собачьим, иди пахай газон, значит, вот, а здесь был бы, ну да, но не в таких условиях, и вот это, конечно, сыграло просто злую с ним шутку, и, ну, дальше вы видели все, что мы обсуждали до этого пару минут, и не самые приятные, и, наверное, не самые, ну, 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 это все абсолютно лишнее, так что вот по Леклеру подытожим так, будем надеяться, что будет работать над собой, потому что, ну, конечно, скорость есть, и талант есть, но как человек, знаете ли, это самый момент перейти к человеку, который стал семикратным, ну, сложно было бы предположить, что должно было произойти, чтобы он не стал, но, тем не менее, слушай, ну, вообще, если честно, после, после квалификации, после квалификации, было такое ощущение, что он семикратным здесь не станет, но, понимаешь, чтобы не стать семикратным, нужно, чтобы у тебя напарник был гонщиком с опытом, и не врезался два раза за один круг в желтую машину, ты об этом, и не разворачивался шесть раз, и ты три из них в одном и том же месте, ну, ладно, он, правда, он говорил, что у него кривая машина была, и он даже на прямых ее не мог держать, ну, в общем, нечего врезаться в желтые машины, слушай, я вот даже не знаю, вот я вроде хотел бы про Льюис Хэмилтона поговорить, а потом такой думаю, да и сказать-то нечего, все видно было, просто красавчик, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, все четко, как бы мы ни относились, как бы мы ни относились, ну, мы это такое, это не прям мы, это мы все с вами друзья, нет, собирательные, да, то есть, мы понимаем, что очень много людей в социальных сетях, да и вообще вот в нашем формульном сообществе, ну, как, кто-то хейтит, кто-то не любит, кому-то, ну, просто надоело это доминирование, ну, сил уже нет на это смотреть, но, Льюис, вот эта гонка, она была, ну, вот он сделал все правильно, абсолютно, то есть, опять же, спокойно, не истерил, в первом повороте вылетел, в втором, да, хорошо, ехал за Феттелем, ладно, не получается, хорошо, потом, ну, вот, как бы, в принципе, сомневаться в опте-то не приходится, то есть, в мастерстве, в таланте, то есть, человек заслужил, да, да, семикратный, ну, вот, решилось на наших глазах, вот, такое, чего лично, я думаю, что никогда не случится, то есть, для меня, вот, как бы, шумахер, все это, вот, ну, не то, что неприкасаемый, то есть, ну, никто не дотянется никогда, ну, как случилось, так случилось, и, скорее всего, конечно, будет и восьмой титул, но до которого в ближайшее время дотянуться вряд ли у кого получится, ближайший, кто может это сделать, Себастьян Феттель, и если мы будем верить в теорию заговора Астон Мартину, то, возможно, он сможет это сделать, но, ну, там настолько ближайшее, ну, нет никого, ну, что, Алонсо с его двумя титулами? Ну, Феттель, ну, титул, может быть, возьмет, ну, один, но я не верю, что он возьмет их три или четыре, то есть, хотя, конечно, тут Феттель, недавно ему спрашивали, как бы, а сколько вы планируете еще оставаться в Формуле 1, на что Феттель сказал, что, ну, в моих планах еще от трех до семи лет, я не знаю, на чем он основывается, то есть, возможно, это какие-то там внутренние переговоры с Астон Мартином, какие-то контракты, еще что-то, он хочет, он хочет еще четыре титула за Астон Мартином. Это, то есть, возможно, то есть, это, знаешь, возможно, только если вот кто-то появится у нас, там, через три-четыре года на новом регламенте, какой-то самовоз, и кто-то вот молодой начнет штамповать, и штамповать, и штамповать, но чтобы кто-то сейчас из старичков, ну, а кто? Ну, вот Феттель, правда, да, ближе, но я не верю, что он возьмет там четыре титула, или что он там в следующем году титул у Льюиса отберет, и там защитит свой пятый титул. Возвращаясь к Льюису, да ну вот, ну, ну, служил, но вот по-другому у меня каких-либо слов нету, то есть на фоне Ботаса, который он обгонял на круг, я не знаю, то Ботас, я, он у нас, мне уже мозоль на языке, если честно, вообще по этому сезону, вот эти вот, вот все это обсуждать, этот, бля, Ботас, да ну, что с человеком-то вообще происходит, я не понимаю, ну, куда вообще, как, что, зачем, зачем он вообще сюда пришел, да, все это понятно, я сейчас тоже начну написать, зачем ты это говоришь, всем понятно, зачем он сюда пришел, зачем он здесь работает, так что Льюис, да ну что, ну поздравляем, сьему титул, это круто, классно. Просто это была невероятная езда в какой-то момент, да, то есть когда он собрался. да, то есть это вот, из-за чемпиона, все, у меня больше шуток нет, по большому счету. И опять просто в космос от всех уехал, на каких-то уже, черт возьми, нитках просто, там от резины, то есть пока мы все шутили, вот эти там шуточки придумывали, что вот он там превратил, значит, в дождевую резину в слик и поехал, значит, на ней, ну нужно же понимать, что это не слик, это так не работает, это не рабочий слой резины, это просто, это ничто в этот момент оставалось у него на ободах накрученное. И вот опять-таки все отделил случай, да, вот пойди все-таки дождь, который прогнозировали на последние, там, 10 кругов, потом там, не знаю, на последний круг, небольшое усиление вот этой мокроты, конечно, что он, что Перес, вообще бы никуда не доехали, потому что, ну, на этом было бы невозможно никуда катиться, и тогда бы, я не знаю, мы бы там, блин, действительно дубль бы победный Феррари увидели, и, наверное, все бы с ума сошли, потому что, ну, в этом сезоне бы этого точно никто предугадать не мог, но, ну, везет тому, кому везет, и спорт все-таки, вот этот спорт высших достижений, вот этих вот, в том числе, конечно, технические виды спорта, это все-таки сочетание очень хорошего таланта, трудолюбия, действительно, ну, такой, не знаю, усидчивости какой-то, в какой-то степени, да, и, конечно же, хорошие машины, и когда все это вместе складывается, мы видим то, что мы видим сейчас, почему с этим там не борются, или почему там как и так, это уже, наверное, ну, то есть, это наше дело с точки зрения зрелищности, но не наше зрение, не как с точки зрения, наверное, вот уже спорта, да, и то, что мы сейчас видим, мы видим какую-то величайшую историю, потому что и команда, и сам человек достигают, ну, невиданных высот, и остается только, не знаю, стоя поаплодировать, потому что, вот, ну, это действительно очень круто, и то, что мы сейчас обсудили, непонятно, кто и когда сможет теперь достичь таких же результатов, потому что, повторюсь, да, ближайшие, это Фетель с четырьмя, у нас сейчас приходит Алонсо с двумя, у нас там есть Кими с одним, а как бы вот, что, кто, куда, то есть, это надо, это надо будет восемь, а то и девять подряд нафигачить кому-то, чтобы в ближайшей какой-то перспективе, то есть, не знаю когда, уже, наверное, Формула-1 превратится в летающие какие-то автомобили, чтобы кто-то смог стать настолько многократным чемпионом, так что, ну, то есть, да, это нужно ближайшим преследователям, начинать со следующего сезона, уже прям, прям самовозить, прям за титулами, ехать к тому же Фетелю, ну, потому что, ну, какая вероятность, что Алонсо или Кими, ну, при всей моей любви к этим людям, к этим замечательным дедушкам, ну, какие там, 7-8 титулов, конечно же нет, это только какая-то перспективная молодежь, но в очень-очень далекой перспективе. Это да, то есть, это, или надо Максу за это уже браться, то есть, со следующего сезона, хотя тут вообще непонятно, что с Хонды будет, уходит, не уходит, кто-то купит, не купит, там, Сауды, не Сауды, или еще кому-то продадут, черт его знает, но, то есть, это уже нужно браться, вот, все, прям сейчас, все, дальше, потому что, если Льюис бьет еще один титул, вообще не понятно, когда он потом еще с Формулы-то уйдет, понравится, будет еще еще один титул. Так что да, 10 титулов будем отмечать. Вот такие перспективы, друзья, у нас с вами перспектива на ближайшее будущее, это, я надеюсь, интереснейший Гран-при Бахрейна, там бывают хорошие, не такие, знаете, иногда даже непредсказуемые гонки, к тому же, это ночная гонка, у нас в перспективе возвращения гонок Формулы-2, у нас в перспективе, что еще? Ну, конечно же, наши выпуски и подкастов, и каких-то видео, поэтому оставайтесь с нами, спасибо, что вы здесь, на сегодня, наверное, будем завершать уже. Все, о чем забыли, поговорим буквально через неделю, потому что, напоминаю, у нас начинается тройничок, и это заключительный такой спринтерский рывок к финалу этого сезона, сезон, который по математическим всем, по чемпионским и прочим званиям уже, в принципе, закончен, но гонки еще остаются, у нас еще впереди три гонки, я надеюсь, они будут захватывающие, и чего, собственно, вам желаю, посмотреть прекрасное окончание сезона. Всем спасибо за внимание, увидимся, услышимся, пишите, задавайте вопросы, говорите спасибо, ненавидьте нас, любите нас, мы прощаемся, пока. Всем спасибо, и пока, ребят, до встречи. До встречи.